Итак, всем бог готов, мы продолжаем с вами двигаться по первому переку новой массекты, которую мы начали, массекты Трумот. Мы находимся с вами в седьмой мишне, которая говорит так. Мы помните, уже упоминали, что как такового размера, объема, который человек должен отделить в качестве трумы, и Тура не сказала. То есть, как бы, да, отделяет труму, отделяет труму для коина, отделяет труму. Сколько? Этого вы в Туре не найдете. И, в принципе, от тысячи гектар своего поля ты можешь отделить одну семечку пшеницы и сказать, ребят, я заповедь выполнил. И никто тебе ничего не скажет. Но мудрецы постановили все-таки шиур. И наша мишна приходит наконец-то рассказать. Хоть шиур мудрецы и установили, мы сказали там, для средней шиур это 1,5%, то есть 2%. Что когда мы это делаем, мы это делаем всегда стоя. Стоя. То есть, отделение трумы делается стоя. Интересно. Несмотря на то, что, да, как бы, уже то, сколько мы отделяем, это уже по мудрецам. Так, говорит мишна так. Не отмеряют труму, не весами, не объемом, не количеством. Что это значит? То есть, ты можешь подумать, сейчас я прикину там вот это ведро, вот это мси, там вот как-то. То есть, единственный объем, сколько ты должен отделить труму, это сколько сказали мудрецы. Вот это, да, это то, что ты должен делать. В Иерусалимском Талмуде это было установлено согласно тому, что написано в Торе. В Иерусалимском Талмуде это было установлено согласно тем, что, в Иерусалимском Талмуде это было значимое значение. Ну, я помню, что вчера, это было очень много работы, но и так, что это было не так. Спасибо. Так как сама Тора никакого шиура не определила для отделения, отделяй и все. То, что мы отделяем, мы отделяем по мудрецам, и это главный наш критерий. То есть жадный отделяет одну шестидесятую, щедро одну сороковую, среднячок отделяет одну пятидесятую, два процента от всего урожая. А вальторему это мадуд, это шакуль, это мануй. Но ты должен отделять от посчитанного, от взвешенного, от измеренного. А мудад, измеренное, адам вешокель, взвешенное, умоне, посчитанное, это урожай его. И когда выделяет от нее Трумак Дула, то, что Трумак Дула, это первое, два процента, про которые мы говорим. Он делает это стоя. Нет, вы знаете, я все время неправильно читаю, да, мэй умад. Речь идет, конечно же, про что-то другое. С алифом, да, мэй умад. Как мы сказали, что умад, если его помудрить сам. Вот. Умад это аль-омадот. Понятно, это приблизительная. Получается, Мишна нам говорит, что необходимо измерить все количество Тевеля, всего твоего урожая, перед тем, как отделять Труму. Ну, это понятно. Чтобы правильно прикинуть 50-ю часть всего объема. Так, хорошо. Так и сказали. Есть такая Мишна тоже в Перке Авод, которая говорит, что, Роман Гамлеер, по-моему, говорит, что не приучай себя отделять на глаз. Приблизительно. То есть, что имеется в виду, да, сначала сделаем мадут, шакуль, мануй. Да, замерь, измерь, пойми, сколько у меня, 10 килограмм, тысячу яблок, сколько у меня там, в чем у меня там, измерь, чтобы ты мог легче отделить оттуда 2%. Окей. Нельзя отделять Труму корзиной или купой, или какой-нибудь такой размерной ковшиком, шакишем милеим махзиким гем мидамесуемет. Когда они полные, они держат в себе определенный объем. И нельзя ими пользоваться, отделять ими Труму, даже если ты не намереваешься измерять. Потому что это видно, как будто ты отмеряешь определенными четкими порциями. То есть, раньше как было? Раньше, да, были у каждого магазинчика, ты приходишь, и для сыпучих тел были такие ведерки. И на ведерке было написано, там, один килограмм. Да, люди как? И ты брал, зачерпывал, и до сих пор такое есть, да? Тебе показывают, что сколько ты взял, да? А вот поменьше на полкило, а вот поменьше. Нельзя пользоваться этими ведерками, отделяя Труму. Потому что складывается впечатление, что у Трумы есть четкий какой-то объем, который нужно отделить. Но ты можешь использовать эти корзинки. Хацян ушлишан. Наполовину или на треть, ты просто испорчивать их, как черпаки, а не как измерительные корзинки. Так как ты их не наполняешь, сразу видно, что ты не отделяешь железобетонное какое-то количество. А ты просто Тореме Умад. Да, ты делаешь это приблизительно. То есть, да, ты посчитал, этого Тора хочет. Тора хочет, чтобы тогда твое сердце было. Вот твой урожай. Отдай коинам, говорит Ашем. Хотя не скажу, сколько. Мудрецы, зная, да, они разнают волю Всевышнего, они дают тебе намеки. Да, что одна шестидесятая, одна сороковая, это максимум. Это прям ты вообще просто красавчик. Одна сороковая. Хуитром ба СА. Нельзя использовать также сосуд для измеры СА. СА это тоже мера объема. Хецья. И даже половину СА. Потому что половина СА, это тоже очень часто используемая мера объема. Потому что в каждой СА, он говорит, тут есть определенный знак о ее половине. А есть, которые говорят, что это просто такая ГЗРА. Мудрецы постановили, чтобы человек не стал. Начнет пользоваться половинкой, потом начнет пользоваться целой. И в итоге будет отмерять четко. То есть, ты должен замерить свой урожай. Это да, можешь его взвешивать ведрами, как хочешь. Мерить его линейками. Это измеряй какой-то. Но когда приходит время трумы, не используй всякие измерительные штучки. Да, потому что можно подумать, что как будто бы ТОРА не дала тебе никакого. Ты на глаз, окей, слушай. Два процента. Это же нету, потому что одно семечко взять. Прикинь, отдели там и отдай. Вот как нужно себя вести. Следующая мечта тоже большая. Давайте работать, скажем с вами. Лейлуй, Нишмат. Ой, кто-то пытался пройти. Надеюсь, все вошли. Или нет? Да. Все вошли. Здесь так. Все. Субтитры создавал DimaTorzok. На этом мы с вами прерываемся. До завтра. Желаю всем много успехов. Хаза, Кубару. Спасибо. Брахим Твью. Со всеми прощаемся.